Здравствуйте, дорогие зрители! Добро пожаловать на мой канал! Сегодня приготовим универсальный инвертный сироп. Основное отличие инвертного сиропа от обычного сахара в том, что он имеет антикристаллизационные свойства. В некоторые рецепты инвертный сироп входит как самостоятельный ингредиент, а во многих рецептах используется в качестве замены патоки, кукурузного сиропа, кленового сиропа, кондитерской глюкозы, сиропа агавы, а также в качестве заменителя меда. Если на мед аллергия или вы не хотите его нагревать, так как при нагреве он считается вредным, тогда этот рецепт для вас. Готовится он очень легко, хранится долго. Инвертный сироп получают путем нагревания водного раствора сахара с кислотой. При этом происходит процесс инверсии, который заключается в расщеплении сахароза на фруктозу и глюкозу. В данном рецепте для инверсии используется лимонная кислота. Итак, для приготовления такого универсального инвертного сиропа нам понадобятся следующие ингредиенты. 450 граммов сахара, 200 миллилитров воды, 2 3 чайной ложки лимонной кислоты и 1 3 чайной ложки соды. Ее мы будем разводить с двумя чайными ложками воды, а также нам понадобится какая-нибудь кастрюлька с толстым дном. Высыпаем в кастрюлю сразу весь сахар, выливаем горячую воду и перемешиваем. Ставим кастрюльку на плиту и при малом нагреве добиваемся полного растворения сахара. Когда весь сахар растворился, немного увеличиваем нагрев и доводим сироп до кипения. После того, как сироп закипел, сразу же убавляем нагрев до самого минимального и добавляем лимонную кислоту. При этом все немного вспенится. Перемешиваем, накрываем крышкой и варим сироп до температуры 109-110 градусов. Если же у вас нет кухонного термометра, тогда варите сироп на самом слабом огне 20-40 минут под закрытой крышкой до соломенного цвета. Время зависит исключительно от силы огня и от того, как быстро будет выпариваться жидкость из-под крышки. Здесь все очень индивидуально. Когда сироп достиг 109-110 градусов, он готов. Если у вас нет термометра, то готовность сиропа можно проверить пробой на среднюю нить. Пробу нужно делать на полностью остывшем сиропе. Для этого капаем на плоскую тарелку небольшое количество сиропа, размазываем и быстро остужаем. Для этого можно на него хорошенько подуть. После полного остывания сжимаем каплю сиропа пальцами и растягиваем. При этом между пальцами должна появиться нить, которая не рвется сразу при смыкании и размыкании пальцев. Если у вас ниточка получилась, значит сироп готов. Он достиг желаемой густоты. Если нет, значит нужно еще его поварить. Теперь ему нужно дать остыть в течение 10-15 минут до температуры 105-107 градусов. Теперь чуть остывший сироп нужно нейтрализовать пищевой содой. Для этого добавляем в соду 2 чайные ложки горячей воды, перемешиваем, добавляем в сироп и хорошо размешиваем. После добавления соды сироп очень быстро вспенится. Но пусть вас это не пугает, это идет реакция нейтрализации. Хорошо его перемешиваем и оставляем на некоторое время, периодически перемешивая. Через 15-20 минут пена осядет и сироп станет абсолютно прозрачным. Если пена долгое время не оседает и сироп мутный, значит реакция нейтрализации не завершилась. Тогда нужно будет добавить еще 2 чайные ложки воды, прогреть сироп на плите и дождаться, пока пена усядется и сироп станет прозрачным. На самом деле этот пункт не обязателен, можно обойтись и без нейтрализации кислоты. На советском производстве готовый сироп нейтрализовали, если он был кислым на вкус или же инверсия проводилась соляной кислотой. Если устраивает вкус домашнего сиропа, приготовленного с лимонной кислотой, то соду можно и не использовать. Есть еще такая тонкость. Если вы хотите, чтобы ваш сироп получился не таким янтарным, как у меня, а более светлым, тогда для приготовления сиропа можете использовать сахар-рафинад. Он более очищенный, чем сахар-песок, и поэтому при нагревании все эти примеси не темнеют, благодаря чему сироп получается светлее. Но если вы его не собираетесь использовать для приготовления белоснежных десертов, то это совершенно не принципиально. Готовый остывший сироп переливаем в сухую чистую стеклянную посуду. Горячий сироп довольно жидкий, но по мере остывания он становится более густым, и по консистенции правильно приготовленный инвертный сироп похож на жидкий молодой мед. Хранится он в герметично закрытой баночке при комнатной температуре около месяца, а в холодильнике как минимум 2-3 месяца. При низкой температуре он застывает, становится густым, но свойств не изменяет. Оптимальная температура для хранения сиропа 15-20 градусов. Перед вводом в любую смесь инвертный сироп лучше разогреть на водяной бане в обычно толстостенной кастрюле или в духовке до 40-50 градусов. Как видите, инвертный сироп очень легко приготовить в домашних условиях. Все ссылки, где можно будет использовать инвертный сироп, буду оставлять в описании к этому видео. Делитесь в комментариях своими мыслями об этом рецепте, задавайте вопросы. Обязательно подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать интересные видео. Ну а у меня на сегодня все, всем спасибо за просмотр, увидимся в следующих видео!